Куваевский костер разожгли в сквере морской. В этом году его посвятили 65-летию со дня рождения геолога и писателя. Завершили ремонт участка дороги на улице Парковой. Там уложили почти 2000 квадратных метров асфальтового покрытия. Аквагрим, хип-хоп и художественные мастер-классы. Третий фестиваль «Артгазон» провели в Магадане. Косолапые воришки таскают рыбу из сетей, не стесняясь людей. Видео в рубрике «Мобильный репортер». В Магадане в сквере морской прошел литературно-музыкальный праздник «Куваевский костер». В этом году мероприятие посвятили 85-летию со дня рождения геолога-писателя Олега Куваева. Для жителей города клуб «Юный геолог Колымчанин» провел мастер-классы по промывке золота. В палатках расположили сувенирную лавку и книжную выставку. Также любой желающий мог написать памятное письмо о городе. С поздравлениями на праздник приехал мэр города Магадана Юрий Гришан. Сегодня здесь собрались люди, которые любят читать, которые любят стихи, которые любят петь на эти стихи, которые просто любят романтичные профессии, такие как геолог. Олег Куваев в своем романе «Территория» очень здорово рассказал о жизни геологов, о трудности геологов. Главное действие проходило на сцене сквера морской. Жители города пришли на праздник, чтобы услышать, как выступают писатели, поэты и музыканты. 12 августа Олегу Михайловичу Куваеву, замечательному писателю, воспевшему нашу территорию, исполнилось бы 85 лет. Поэтому сегодня здесь собрались и почитатели его таланта, ну и просто люди, которым интересно творчество, интересно музыка, интересно стихи, поэзия. Также здесь, как всегда, много наших друзей, людей, которые с нами работают уже не первый раз. Нам очень приятно, что очень много людей, представляющих какие-то творческие направления в городе Магадане. Каждый гость праздника Куваевский костер смог узнать что-то новое для себя и приобрести книги и сувениры, а также проверить свои знания в истории и географии города. Организаторы отмечают, что с каждым годом на мероприятие приходит все больше магаданцев и гостей города. В Магадане завершили ремонт первого объекта в рамках национальной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги 2.0». Мэр Магадана Юрий Гришан и губернатор Колымы Сергей Носов оценили готовность участка проезжей части тротуара. На улице Парковой от Марчиканского шоссе до Гагарина уложили почти 2000 квадратных метров асфальта высотой 15 сантиметров, а также установили 300 метров бортового камня и сделали два парковочных кармана. «Сделали, в общем-то, неплохо, старались, конечно, эксплуатация покажет. Я хотел бы отметить, мы говорили об этом сейчас и с мэром, о том, что в рамках реализации нацпроектов особое внимание обращать на комплексное благоустройство. И я считаю, что это очень важно, именно это оценят люди, не только для автомобилистов, но и для пешеходов». Участок дороги введут в эксплуатацию в ближайшее время. Работы должна принять экспертная комиссия. Помимо этого, ремонтируют лестницу возле Магаданской областной больницы. Там сейчас готовят площадку для ступеней и пандуса. На ремонт дорог в Магадане в этом году из федерального бюджета выделили 121 миллион рублей. В течение пяти лет планируют отремонтировать 34,5 километра проезжих частей и тротуаров. В Магадане отметили День физкультурника. Ежегодно праздник проводят на городском стадионе. После торжественного парада жители города наградили за личный вклад в развитие спорта. Нагрудные знаки и почетные грамоты спортсменам вручал мэр города Магадана Юрий Гришан. Он поздравил всех присутствующих и отметил, что с каждым годом численность людей, которые занимаются спортом, только растет. И уже стала превышенным делом для каждого магаданца. В Магадане спортивный отвечает всегда улыбкой. Я ни разу не видел спортсмена, чтобы он не улыбался. Спортсмен был рад тому, что есть беговая дорожка, тому, что есть лыжня или горнолыжная трасса, или дорожка в бассейне. Я хочу сказать, что в Магадане около 30 тысяч человек регулярно занимаются физической культурой и спортом. Поэтому мы видим переполненный бассейн. Действительно нужно строить новые. Его здесь не хватает. Люди ездят на Соково даже за 60 километров от города для того, чтобы поплавать, получить заряд бодрости. После торжественной части на городском стадионе на игровых площадках сошлись футбольные, волейбольные и стритбольные команды. А также провели турнир по легкой атлетике. Мэр Магадана Юрий Гришан и новый генеральный директор УССР Владимир Никитин посетили очистные сооружения биологической очистки сточных вод. Им показали, какие этапы обработки проходят стоки, прежде чем попасть в реку Магаданку. Полный цикл очистки воды 36 часов. Сначала она попадает в первичные отстойники, проходит этап механического очищения. Затем бактерии, которые содержатся в или расщепляют вредные органические вещества. Самая главная очистка идет именно активным мылом. Это 99% очистки идет оттуда. Потом идет процесс отстаивания его, чтобы ил отдельно вернуть его на работу дальше. А чистая вода проходит через ультрафиолет, убиваются все болезнетворные бактерии, микробы и все прочее. И здесь уже абсолютно безопасно эта вода сбрасывать. Предприятие УССР занималось стройкой объекта на протяжении 10 лет. На полной мощности очистные сооружения работают с начала этого года. Осталось снизить показатели содержания в воде азота и фосфора. Для этого необходимо построить фильтровальную станцию. Ее стоимость более 200 миллионов рублей. Этой работой займется также УССР. В перспективе, как обсуждалось, проект фильтровальной станции для данных сооружений, для приходов до определенных проектных показателей. Но, в принципе, будут заказы, будем строить. Сейчас на очистных сооружениях в сутки все циклы проходят 35 тысяч кубических метров воды. Это половина максимального объема. В 2020 году планируют также установить вторую центрифугу для обезвоживания осадков. Тогда комплекс будет работать в замкнутом режиме. В Магадане прошел фестиваль «Арт-газон». Сотрудники Управления по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана устроили для жителей города красочный праздник. Для гостей работала творческая площадка, на которой проводили мастер-классы по аквагриму и росписи камней. Рядом все желающие могли поучаствовать в танцевальном хип-хоп-баттле, а также в спортивных состязаниях. На детской интерактивной площадке устроили игровую зону и пускали мыльные пузыри. Я занимаюсь в клубе «Брейк-данс» три года. И мне очень нравится этот праздник. Он очень энергичный и очень красочный. А что тебе больше всего понравилось? То есть какая больше зона понравилась? Мне понравилась больше зона шашки. Мы тут случайно вообще проходом шли. Праздник, в принципе, очень такой интересный для детей. Все тут развлекательно. Нам нравится. Здесь все очень круто. И мне все нравится. Что тебе больше всего нравится здесь? Больше всего мне нравится здесь играть. И особенно, где были бои между медведем и пингвином. При входе каждому участнику фестиваля организаторы выдавали бланк с квестами, на котором магаданцы после прохождения каждой площадки ставили штампы. Как только гости собирали все отметки, карту обменивали на памятный приз о фестивале. Сегодняшний фестиваль «Арт-газон» третий уже по счету. Проводится третий год подряд. И направлен прежде всего на то, чтобы люди могли со своей семьей весело и интересно провести свой выходной день. Сегодня нам очень повезло с погодой. Мы этому очень рады. Работает около 30 площадок для детей от самого маленького возраста, так и до взрослых людей. Всего на праздник пришли более тысячи магаданцев всех возрастов. В этом году в фестивале «Арт-газон» приняли участие организации «Территория спорта», «Танцевальный центр онлайн», «Конный двор» и «Клуб лучных боев Арчер». Разумная экономия от «Мир Антенн». Оплати абонентскую плату кабельного телевидения на год вперед и получи два месяца в подарок. «Мир Антенн». Смотри и экономь. Торговый центр «Идея». Телефон 300-100. Рыба особенно вкусная, если поймал ее не сам. Мобильный репортер заснял, как косолапые воруют улов из сетей, совершенно не стесняясь рыбаков, которые стоят буквально в нескольких метрах от мишек. Автору видео пришлось повысить голос на бурого воришку, чтобы тот оставил рыбу в покое. «Че ковыряем? Ну-ка пошли отсюда. Ну-ка бегом. Уй ты, я тебе». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова